Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Врач пообещал сообщить Сергею при встрече и повесил трубку. Молодой отец бросился в роддом. Через час он уже не мог справиться с нервной дрожью. Ребенок оказался темнокожим. Сергей не мог поверить в измену жены. А Настя билась в рыдарь. Она обвиняла врачей в подмене младенца. Грозила судом и утверждала, что никогда не изменяла своему мужу. Чернокожего ребенка, которого предлагали ей врачи, женщина категорически отказывалась признать своим. Растерянные доктора смогли лишь предположить, что в ее роду или среди родственников мужа были африканские предки. Но эту возможность Анастасия решительно отвергла. Неожиданно врач задал вопрос. Встречалась ли когда-либо Анастасия с чернокожим мужчиной? Женщина ответила утвердительно. Два года назад она имела связь с африканцем из Конго, но это было два года назад. И врач вынес вердикт. Ребенок унаследовал цвет кожи не от своего отца, а от предыдущего мужчины Анастасии. По поверьям наших предков, Анастасия родила чернокожего малыша, потому что нарушила закон, отвечающий за передачу наследственных признаков. Закон Рита. В предположение, что генетические данные первого мужчины Анастасии через несколько лет передались ее сыну, Сергей не верил. Он не мог отделаться от мыслей об измене. Через месяц Сергей подал на развод. И лишь через несколько лет он узнал, что гипотеза врачей имела право на существование. И доказана еще 200 лет назад. В начале 19 века биологи провели ряд экспериментов, связанных с генетикой. Уже тогда прогрессивно настроенные ученые практики подозревали, что у этой молодой науки большое будущее. Один из приятелей Чарльза Дарвина, коннозаводчик Лорд Мортон, надеялся совершить открытие, которое потрясет человечество. Для этого исследователь скрестил чистокровную английскую кобылу с жеребцом зеброй. Но потомство от этой встречи кобыла не принесла. Сенсации не получилось. Разочарованный Мортон зарекся заниматься наукой. Казалось, эксперимент прошел бесследно. Однако через некоторое время эту же чистокровную кобылу сосватали жеребцу английской породы. Сенсация разразилась через 11 месяцев, когда у традиционной английской пары родился жеребенок, круп которого был покрыт полосками, как у зебры. Сюда решили, что по неизвестным пока причинам и механизмам все-таки прохождение беременности предыдущего полового партнера может отразиться на признаках потомства следующих поколений от других половых партнеров. Удивительный результат эксперимента Лорда Мортона послужил основанием для научных исследований в области нового направления в науке. Данное явление было названо телегонией. Дословно этот термин означал влияние первого полового партнера на признаки последующего подомства, рожденного от других партнеров. В генетике начался переворот. А телегония доказана достаточно хорошо и корректно на животных. Особенно хорошо знакомы с этим любители голубей, собаководы и так далее. Ну, все те, кто занимаются животными, это давно и хорошо известно. Если у голубей, например, самка покрыта самцом плохой породы, то самку просто отбраковывают. Все. Она для дальнейшего производства элитных линий голубей уже не годится. Она дает потомство, которое связано с первым самцом. Голубеводы знают правила. Если белую голубку потопчет сизарь, ее потомство уже не будет чистокровным. Чтобы сохранить породу, от такой голубки немедленно избавляются. Ну, порода, конечно, будет нарушена. То есть пойдут, значит, там белые, сизые. Главный вопрос. Распространяется ли явление телегонии на людей? Влияют ли наследственные признаки первого мужчины в жизни женщины на ее детей, рожденных от других половых партнеров? В 19 веке до ответов на эти вопросы было далеко. Чарльз Дарвин начал проводить эксперименты на свиньях. К его удивлению, эффект телегонии повторился вновь. Тогда его коллега Леодонтек сделал сенсационное предположение относительно людей. Ребенок, родившийся от женщины, у которой много партнеров, может иметь признаки ото всех предыдущих отцов. Заявление повергло общество в шок. Обыватели наотрез отказывались уверить ученому, требуя от него убедительных доказательств. Однако подробно описать механизмы генетического наследования и объяснить эффект телегонии Леодонтек не смог. Классическая наука тут же объявила его гипотезу бредовой и нежизнеспособной. И до сих пор современная генетика отвергает теорию первого самца. На мой взгляд, этого явления нет. И оно по нашим современным представлениям о закономерностях развития и половых клеток, и эмбриона, будь то человек или вид животного, также никак не выносит никакую критику. Однако академик Российской Академии Медико-технических наук Пётр Горяев уверен, явления, которые наблюдаются в животном мире, могут проявляться и у людей. Явления, которые не укладываются ни в какие традиционные научные рамки. То есть первый самец оставляет после себя некий след, и если после этого самка беременеет от другого самца, то наследственные свойства первого самца проявляются. Которых не было у второго самца. Вот это и есть телегония. Кроме официальной науки, эффектом первого самца долгое время интересовались закрытые лаборатории. Во многих державах, в том числе и в Советском Союзе, были озадачены рождением сверхчеловека, который бы обладал совершенным здоровьем, силой и умом. Согласно указаниям Сталина, в СССР в 30-е годы были созданы закрытые институты по изучению необычных явлений. Генетика представляла особый интерес. В секретных лабораториях проводились многочисленные исследования, связанные с наследственным аппаратом человека. И эксперименты советских ученых доказали, что эффект первого самца распространяется и на людей. Вместе тем исследователи сделали вывод. Наследуются не только внешние признаки первополового партнера, но и его болезни. 1960-й год. В Советском Союзе Баковский завод резиновых изделий выпускает презервативы, известные советским гражданам, под названием «Изделие номер 2». На бумажной упаковке презервативов надпись «Проверено электроникой». Пометка делалась не случайно. На самом деле электроникой проверяли не резину, а спектр излучения, который она пропускала. Точнее, спектр излучения сперматозоидов. На изделие номер 2 ставили разноцветные фильтры. Красный, желтый, зеленый. Разработчики презервативов пытались снизить риск проникновения в женский геном информации, которую излучали сперматозоиды во время случайных связей. Больные дети стране советов были не нужны. Хромосомы сперматозоидов являются излучательными структурами, которые излучают свет, в том числе и вот такие фантомы, которые могут оставаться и нести генетические функции исходного первого самца. И, вероятно, это остается на долгие годы, может быть, навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова